Дистанционное обучение отменяется. Новый учебный год в школах Ненецкого округа начнется очно. Пандемия COVID-19, растянувшиеся на многие месяцы и вынужденная дистанционка продемонстрировали, насколько важен для учителей, учащихся и их родителей учебный процесс в очном режиме. Однако пандемию никто не отменял, как и ограничительные меры. Поэтому у нового учебного года будут свои особенности. Далее подробности. Специалисты-вирусологи, прогнозируя эпидемиологическую ситуацию в стране и мире, вызванную распространением новой коронавирусной инфекции, говорят, что пандемия уйдет на нет только к лету 2021 года. Поэтому в учебном году дети пойдут в школу с радостью и ограничениями. С радостью, потому что соскучились по школе и учителям, по живому общению с друзьями и одноклассниками, и даже по урокам. Длительное дистанционное обучение вымотало всех – и учителей, и родителей, и самих школьников. Что касается ограничений, которые будут введены в этом году в школу в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, то здесь ничего не поделаешь. Вирус рядом. А безопасность превыше всего. Поэтому как минимум до конца этого календарного года в школах отменяются все массовые мероприятия. До конца 2020 года не будет школьных линеек, классных часов, родительских собраний и других внеклассных мероприятий. Исключением станет 1 сентября, когда состоится торжественная линейка для первых, девятых и одиннадцатых классов. Теперь ребятам при входе в школу нужно привыкать к новой процедуре – медицинской. Прежде чем пройти в класс, ребенку измеряют температуру. Свыше 30 семей изолируют и сообщают родителям. Все школы будут снабжены антисептическими средствами. Носить маску и перчатки не обязательно. Тут уже наличное усмотрение. А вот работники пищеблоков будут работать не только в масках, но и в перчатках. Напомню, с начала этого учебного года все дети начальной школы с 1 по 4 класс, а не только льготные категории, будут получать бесплатное горячее питание. Что касается ограничений учебного процесса, за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, чтобы не допустить массового перемещения детей по школе. Учителя к ним будут приходить сами. Это не касается специализированных кабинетов, где проводится ряд уроков. Уроки химии, уроки физики, физкультуры, информатики. Уроки будут короткими, их будет мало. Четыре урока для учащихся начальной школы и пять для остальных. Один урок будет длиться 30 минут. И вот здесь встает вопрос, как освоить программу обучения. В начале учебного года также предусмотрено рассмотреть вариант каждой школе, предусмотреть 25% от объема недельной нагрузки, перевести на дистанционное обучение. Если в школе в течение учебного года будут выявляться случаи заболевания COVID-19, то на карантин уйдет не вся школа, а только тот класс, где выявлен заболевший. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации на территории региона школы должны быть готовы полностью перейти на дистанционное обучение. Что касается очного обучения в профессиональных учебных заведениях и возобновления работы детских садов, то здесь… Статус дежурных детских садов уходит, мы начинаем в штатном порядке. А что касается колледжа, техникума, училища и учреждений доп. образования, они у нас работают по аналогии как школы. Тоже гибкое расписание. Любовь Первякова, Александра Литкова, Владислав Ткачев, Телеканал «Север».